Я очень много сейчас езжу по Таврии, принимаю участие и организовываю пикеты, митинги. И когда люди видят форму, они задают вопрос, а что что-то такое? Мы объясняем, это русская община Соболь. А что такое русская община Соболь? Русская община Соболь – это силовой блок русских организаций. Главная задача русской общины – это защищать членов своей общины. Хочу сразу же акцентировать внимание – членов своей общины. Русская община Соболь – это организация, которая защищает общественные, политические, экономические, социальные права членов своей организации. Причем на любом уровне. Есть проблемы у человека на работе, на работе. Есть проблемы у ребенка, третирует ребенка. Мы будем защищать ребенка, мы будем защищать ценности семьи, мы будем защищать семьи своих соратников. Мы будем поддерживать общественный порядок, будем бороться с пятой колонной, которая находится сейчас здесь. Наша главная задача – это процветание Таврии и Севастополя в России. Мы дома, и нас это радует. Но русская община Соболь – это та структура, которая будет бороться с чиновничьим беспределом, с беспределом отдельных чиновников от юстиции, правоохранительных органов, прокуратуры. Всех тех, которые порочат Россию и порочат цели и задачи, которые ставит перед чиновниками президент России Владимир Владимирович Путин. Поэтому с этим мы будем бороться. У нас есть всегда своя точка зрения. Мы никогда ни под кого не прогибались. Никогда не шли на соглашения или договоренности. Потому что если ты уступаешь малым, рано или поздно ты предашь в большом. И на протяжении 15 лет, сколько существует русская община Соболь, она боролась и с исламскими экстремистами, с исламскими радикалами, с националистами украинскими. Люто ненавидели эту организацию. Только на меня заводили около пяти уголовных дел, пытаясь посадить или запугать. Не получилось. Старейшину общины Виталия Петровича Храмова выслали, депортировали, объявив его гражданином России. Совершенно по беспределу. Человек выступал открыто, честно, не боясь властей, не понравилось. Но вот сейчас мы на родине. Поэтому я повторяю, что любой человек, который думает и говорит по-русски, который разделяет наши взгляды, пусть приходит в наши ряды, и мы гарантируем ему защиту, поддержку и помощь. Вы знаете, пришло известие о том, что единственная общественная организация, которая включена в список санкций ЕС, это русская община Соболь. Вы знаете, в принципе это приятно. Потому что наряду с крупными чиновниками, большими корпорациями, компаниями, банками России, в европейский список внесена русская община Соболь. Это награда нам за тот вклад и ту работу, которую мы делали все эти годы. И я хочу сказать, что, господа чиновники, не надейтесь о том, что у вас будет спокойная жизнь. Любой человек, который придет к нам со своей проблемой от вашего беспредела, всегда получит помощь и поддержку. Но я еще раз повторяю, что в первую очередь мы говорим о тех людях неравнодушных, честных и порядочных людях. Потому что община Соболь говорит, мы не берем взяток, мы не даем взяток, не идем ни на какие соглашения с продажными людьми. Мы русские люди, этим мы гордимся. Русская община Соболь не выступает против других национальностей, против других религий. Но мы должны понимать, что стержень России, скелет России, это русский народ. Душа России, это православная вера. И вот за это мы должны стоять. Если это будет, Россия будет всегда, и она будет самым мощным, самым сильным и самым счастливым государством, где народу живется легко и счастливо. Но за то, чтобы это было, нам нужно с вами постараться поработать. Так вот, давайте сделаем так, что те чиновники, которые сидят в кабинетах, будут работать в интересах наших, в интересах народа. Потому что наша задача главная, это народовластие. А если народовластие, то значит власть народа. И вот русская община Соболь будет идти этим путем. Мы приглашаем вас приходить. В Севастополе штаб русской общины Соболь находится по адресу улицы Остана Кисаева, 14А. Вы можете прийти в среду и в пятницу с 16 до 19 часов, либо позвонив по телефону 94-1404. Мы ждем вас. Слава Богу, что мы русские. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова